Информация в этом видео может быть полезной как для обычных владельцев принтеров, так и для тех, кто занимается их ремонтом или обслуживанием. Для тех, кто не в теме, уточню, что прошиваем этот принтер с одной единственной целью, чтобы печатать без чипа картриджа, потому что он со временем блокируется и не позволяет принтеру печатать, причем происходит это в самый неподходящий момент. После прошивки чип картриджа будет не нужен, просто заправляем картридж тонером и печатаем, экономя время и деньги. Что из себя представляет процесс прошивки? Это несколько несложных шагов. Первый шаг. Узнаем точный серийный номер принтера, номер Chrome картриджа и версию прошивки. Второй шаг. Это заказываем прошивку, используя считанные данные. Ссылка для заказа в описании под этим видео. Третий шаг. Прошиваем принтер, вынимаем чип из картриджа и печатаем. Принтер должен показать уровень тонера 100%. Когда заправлять, ориентируемся по качеству печати. Теперь чуть более подробно. Очень рекомендую задуматься о прошивке до того момента, как принтер заблокируется, так как после блокировки не получится узнать у принтера номер Chrome картриджа и придется покупать новый картридж или чип картриджа, причем на момент записи видео была проблема с этими чипами. Достаточно сложно было их купить. Не самый удобный вариант добычи данных принтера это печать отчетов. Печатаем отчеты принтера, чтобы узнать данные. Нажимаем меню, настройка системы, отчет, конфигурация, окей, печатать, окей. Распечатается отчет конфигурации. Смотрим в нем и переписываем без ошибок machine serial number и фиксируем system firmware version. Теперь таким же образом печатаем отчет расходных материалов, в котором узнаем номер Chrome. Распечатав отчет, также в нем есть серийный номер и более нам нужный номер Chrome из 11 символов. Переписываем без ошибок. Посмотрели, как печатать отчеты и забыли, так как гораздо проще скачать программу для чтения отчетов printblog printer info, ссылку оставлю в описании под видео и нажав одну кнопку получить данные принтера, которые просто копируем и вставляем в специальные поля на сайте, чтобы сделать заказ. Выбрали версию прошивки, вставили серийный номер и Chrome, добавили в корзину, оплатили и тут же на email получили письмо со ссылкой на прошивку. Никаких ожиданий, так как сервис работает в автоматическом режиме круглые сутки. В письме две ссылки. Первая ссылка на архив с файлами прошивки, вторая ссылка для загрузки прошивки через браузер сразу в принтер. Мне удобнее прошивать через браузер, что и продемонстрирую, но архив с прошивкой рекомендую скачать, мало ли пригодится. Скопировали ссылку, вставили в браузер интернет-эксплорер, нажали Enter или кнопку Перейти. Ждем загрузку прошивки и рекомендации. Появилось уведомление. Принтер необходимо включить в принудительном режиме загрузки прошивки. Включаем. Для этого на выключенном принтере нажимаем кнопку Стоп и удерживаем. Нажимаем кнопку включения. Принтер включается. Отпускаем кнопку Стоп и кнопку включения. И сразу быстро нажимаем еще раз Стоп. Принтер напишет у себя на экране Wait Image. Если написал, значит вы правильно запустили Download Mode. Возвращаемся в браузер и нажимаем Продолжить. Обращаем внимание на экран принтера. Должны подключить. Устройство перезагружается. Чтобы проверить результаты прошивки, вынимаем из принтера картридж и заклеиваем его чип, например скотчем Пробуем что-нибудь распечатать. Принтер печатает. Побеспокойтесь о том, чтобы у принтера никогда не было контакта с другими чипами картриджей, так как прошивка может перестать работать. Операция окончена.